Здравия всем! К сожалению, с прискорбием в сердце вынужден сообщить, что в ближайшее время в Европе снега не предвидится. И хотя прямо сейчас за моим окном валят гигантские хлопья, а еще что-то, простите, капает на карниз, это может мешать записи, но я ничего не могу с этим поделать. В общем, эх, снега больше не будет. 2020 года. Неторопливая медитативная польская драма. Сюрреалистичная кинопритча в духе магического реализма. Рыхлая и аморфная артхаусная картина. Мультисюжетная сатира на злобу дня от режиссеров, сценаристов и продюсеров полноценных авторов кинокартины Молгожаты Шумовской и Михала Энглерта. Об их совместных фильмах вы все-таки могли слышать. Как правило, в них Шумовская выступает в качестве режиссерки, а Энглерт – оператора. Это счастливый человек. Это иностранец. Это 33 сцены из жизни. Это откровение, Жюльет Бинош. Это во имя. Это тело. Это лицо. Это недавний фильм ужасов. Приди ко мне. Режиссерка-сценаристка Шумовска и оператор-сценарист Энглерт – постоянные, за крайне редким исключением, с авторой, а также бывшая супружеская пара. В основном у них заведено так. Как я уже сказал, Шумовска пишет сценарии и режиссирует кинокартины, а Энглерт их снимает. А так с годами Энглерт вышел за рамки операторского искусства и стал помогать Шумовской в сочинении историй к их фильмам. А «На снега больше не будет» и вовсе выступил в качестве полноценного сорежиссера-постановщика. Шумовска и Энглерт – элита современного независимого польского кинематографа. На мировых кинофестивалях их картины пользуются неизменным успехом и признанием. Однако особенно теплый прием Шумовской Энглерту оказывают на кинофестивале в Берлине – наиболее радикальном, дерзком и артхаусном европейском кинособытии класса А. Эстетически, художественно, природно и содержательно фильмы Шумовской Энглерта идеально подходят для берлинских смотров. Оттуда за годы участия режиссерка привезла аж четыре награды. В 1998 году Шумовска выучилась на режиссера в легендарной польской киношколе, что расположилась в Лодзе, породившей таких выдающихся авторов кино, как Роман Полански, Кшиштов Кеслевский, Кшиштов Занусси, Анджей Вайда и Иже с ними. С тех пор, дебютировав на шумевшем в Лодзе коротким метром «Тишина», посвященном жизни польских селян, Шумовска не вылазит с кинофестивалей. Ее творчество буквально под них заточено. Поверьте, не просто так исполнитель главной роли в «Снега» больше не будет. Актер Алек Утгов в одном интервью рассказывает, как Шумовска и Энглерт убеждали его сняться в их картине. «Они меня убедили своим обаянием и обещанием всех на свете фестивалей. Говорит и смеется актер». И это, кроме шуток, я серьезно, очень интересная тема для обсуждения и дискуссии. Потому что я, именно как критик, регулярно читающий лекции в кинотеатре ВОКОК, давным-давно наблюдаю такую тенденцию для многих и многих случайных зрителей. То есть не ярых киноманов-синефилов. Запоем смотрящих Брессона в Висконте по выходным о смертных любителей попкорна. Просмотры артхаусных фильмов, вроде «Не прикасайся один и пентелье», неудачного «Тута траха», «Радужи де» или «Собственно снега больше не будет» становятся страшным, подчас непосильным испытанием. И мы, киноманы, привыкли таких зрителей, ну, недолюбливать. Смотреть на них свысока, презирать в них отсутствие вкуса и неспособность насладиться истинным искусством, то есть понять культуру. Однако давайте хотя бы ненадолго отключим снобство и взглянем на артхаус более критично. А ведь правы подобные зрители, конечно, не всегда, но отчасти, что бывает артхаусные фильмы как будто специально снимаются заумно и затянуто, с непомерной и пафосной претензией на многодумность и многомыслие в духе торковщины и бергмановщины от желания попасть на какой-нибудь кинофестиваль и насобирать там лукошко наград. А вот мы, киноманское сообщество, как бы обязаны, кем-то или почему-то, вот неясно, любить именно такое неудобо варимое кино, потому что на его фоне сами начинаем производить впечатления стоящих интеллектуалов. Вот на последнем дыхании Гадара это да, это достойно для просмотра, а мой любимый враг Хатчингса ни в коем случае это пошлятина и глупость. Но ведь бывает и так, что заумный фильм глуп, а, казалось бы, пустопорожняя мейнстримная комедия действительно смешна, потешна или в чем-то даже умна. И если говорить конкретно про снега больше не будет, то даже мне самому, фанату сложного авторского кино, очень трудно определиться с тем, насколько этот фильм действительно глубок и медитативен, насколько излишне пафосен и затянут. В отношении таких картин вполне могут быть два противоположных мнения. Снега больше не будет точно не предназначен для случайного зрителя. Так что, надеюсь, вы, сегодняшние слушатели-киновед, не случайные слушатели подкаста и не случайные зрители, снега больше не будет. Но вернемся к Шумовской. Ее связь с кинофестивалями крайне тесна. Причем не только как номинантки или лауреатки многочисленных премий. Не единожды режиссерку приглашали в качестве члена жюри того или иного кинофестиваля. Начиная с ее дебютного полнометражного фильма «Счастливый человек» 2000 года, стало очевидно, что Шумовска перспективнейший европейский автор. За свою карьеру она успела поработать с Ларсом Фонтриером в качестве сопродюсера его антихриста, пригласить Жюльет Бинош на главную роль в своем фильме «Откровение», получить наиважнейшие премии Берлинского кинофестиваля за недавние картины «Тело и лицо». Кстати, оба эти фильма имели ограниченный прокат в Украине. Также ей было доверено снимать англоязычный фильм ужасов о сектантах «Приди ко мне». В нем играет довольно известная молодая актриса Рэффи Кэссиди. Ну а в ближайшее время Шумовска тоже на пару с Энглертом выпустит еще одну англоязычную драму «Бесконечная буря» с Наоми Уоттс. Но также и польскую кинокартину «Сестры» в привычном для себя артхаусном формате. Михаил Энглерт тоже не лыком шит. Как и Шумовска, он само собой закончил кинематографический факультет в Лодзе, начав снимать кино с дебютного короткометражного фильма Шумовской «Тишина» и продолжая это делать до сих пор «Вплоть до снега» больше не будет. Однако не все свое свободное время, как оператор, а теперь еще со-сценарист, со-продюсер и со-режиссер, Энглерт выделяет бывшей жене Шумовской. В его послужном списке самые разные, в том числе и интернациональные проекты. Как правило, создавая какое-нибудь более-менее качественное копродукционное с Польшей кино, Энглерта рассматривают в качестве оператора. Он снимал мультипликационно-художественный фильм «Конгресс» с Робин Райт и Харви Кейтелем в главных ролях. Снимал детективный триллер «Настоящее преступление» с несмешным Джимом Кэрри. Был такой триллер. Он снимал Марию Кюри. А Марию Кюри? Он даже снимал дебютный полный метр украинской режиссерки Марыси Никитюк «Когда падают деревья». Все эти фильмы объединяет то, что они создавались в том числе при участии Польши. И еще следует отметить, что Энглерт и Шумовска выходцы из самых, что ни на есть, интеллигентных польских семей. Наследники реальной местной богемы. Журналистов, писателей, актеров, актрис и режиссеров. У «Снега» больше не будет аж 17 продюсеров, из которых двое – Шумовска и Энглерт. Среди остальных 15 продюсеров, сопродюсеров, линейных продюсеров, ассистентов продюсеров затесались без преувеличения крутейшие европейские профессионалы. Вот вы только послушайте, с кем они вместе или по отдельности работали. Например, с Джимом Джармушем, опечатпоном Веросетакулом. Кстати, скоро запишу подкаст о его фильме «Память» с Тильдой Суинтон. Еще с Аличер Арвахер, Павлом Павликовским, Флорианом Доннерсмарком, Рупертом Эвереттом, Кристианом Петцальдом, Томом Тыквером, Пьетром Арчелло. Список бесконечно длинный. «Снега больше не будет» создавался передовыми мастерами отрасли. Точно так же можно рассматривать под увеличительным стеклом художников и дизайнеров фильма Шумовской Энглерта. Можно поражаться их вот тому самому хорошему вкусу. Художники-постановщики, дизайнеры и декораторы снега работали на фильмах Питера Гринуэя, Кшиштофа Занусси, Агнешке Холланд, Анн Фонтен, Анджия Вайде, Морен Аде и снова и так далее. Да тут куда ни плюнь, всюду одни артхаусники да киноманы. К тому же многие из них издавна появляются на съемочных площадках или в случае продюсеров в кабинетах фильмов Шумовской и Энглерта. Монтажеры снега начинающая Анна Черняк, для которой работа Шумовской Энглерта стала первым опытом монтажа полнометражного художественного фильма. А еще заслуженный всеми заслугами Ярослав Каминский. Каминский, конечно, человечище монтажного дела, стахановец и опора независимого польского кино. Посмотрите на его фотографии, сразу понятно, что дядька он серьезный. Вот он в Лодзе не учился. Он там родился. Учился он на киношниках в Праге. А теперь в Лодзе преподает. Дорогостоящих премий, знаков отличий и членств у Камински столько, что на него равняется польский монетный двор. Ему 61 год. И за отпущенный Каминский век он успел поучаствовать в 61-м проекте «Натуральная магия чисел». Среди смонтированных им картин «Ида» и «Холодная война» Павла Павликовского. «Приди ко мне, Молгожатый Шумовской». Номера Сенцова-Сейтаблаева. К слову, страшнейшее плохое кино. «Куда ты идешь, Аида», Ясмилы, Жбанич и еще некоторые другие картины. Мировая премьера «Снега больше не будет» состоялась 7 сентября 2020 года на 77-м опять магия чисел в Венецианском кинофестивале в рамках основного конкурса. А значит, фильм претендовал на главную награду «Золотого льва». Однако победителем тогда вышла земля кочевников Хлои Джао. Кстати, один из моих следующих подкастов будет посвящен недавней кинокартины Хлои Джао «Вечные». Так вот, «Снег» также выдвигали от имени Польши на соискании премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Но фильм, к сожалению, номинации не получил. Другое же дело сама Польша. Тут фильм наградили и номинировали весьма щедро. Старт польского проката 4 июня 2021 года. Украинского, причем крайне-крайне, вот поверьте, крайне ограниченного, тоже 4-го, но ноября. Я не знаю, я не знаю, что сегодня за день такой, но сплошь и рядом необъяснимые математические совпадения. А теперь истинная звезда сегодняшнего подкаста, стремительно набирающий обороты актер, родившийся в Киеве в 86-м году. Милашка-красавец Олег Утгов с двумя «Ф». Он же, кстати, Олег Владимирович Утгов с одной «Ф». Зачем он добавил себе вторую букву «Ф»? Великая тайна бытия. В «Снега» больше не будет, все внимание приковано именно к его персонажу. Шумовской и Энглерту крайне повезло, что актер такого уровня мейнстримной популярности, находящийся на самом-самом взлете своей карьеры, согласился сняться в откровенно некоммерческом артхаусном проекте. Безусловно, это придало снегу дополнительного веса. Сам Утгов выходец из такой же интеллигентной семьи, как и Шумовска с Энглертом. Родители Алика киевский кардиохирург Владимир и дирижер Роза. В крови Утгова намешано столько всего, что диву даешься немцы, осетинцы, русские и даже там Крым затесался. Неудивительно, что Утгов классический космополит, владеющий тремя языками русским, украинским и английским. В 1997 году его вместе с братом отправили на школьное обучение в Англию и там Алик влюбился в театр. Навыступался на школьных подмостках, а потом, закончив обучение со второй, правда, попытки, со второго года, поступил в Центр драматического искусства Лондона и стал полноценным театральным студентом. Утгову невероятно повезло. Еще, будучи студентом, он был приглашен на небольшую роль бандюги в фильме-беготне «Турист» режиссера Доннерсмарка. Да-да, Утгова позвали в того самого туриста, в котором Анжелина Джоли водит шашни с Джонни Деппом, а Депп с Джоли. Сам актер шутит по этому поводу так. Моим дебютом в кино стала сцена, в которой я кидаю Анжелину Джоли на диван. И вот с того самого дня, пока с Утговом не случился снега, больше не будет, его карьера пролегала в одном и том же привычном русле. Ему предлагали второстепенные роли, причем довольно часто каких-нибудь русских персонажей. Однако сами фильмы, в которых Утгов снимался, были, как правило, дорогостоящими и громкими. Джек Райан «Теория хаоса» Кеннета Бранны. Сниматься в этой картине Утгову особенно полюбилось. Он Бранну очень расхваливает за профессионализм и этику на съемочной площадке. Дальше «Такой же предатель, как и мы» с Юэном Макгрегором, Науми Харрис и Стелланом Скарсгардом. Дальше «Разлом Сан-Андрес с самим Скалой», тем самым, который очень накачанный, такой черный, большой, ну вы его знаете. «Миссия невыполнима» племя изгоев с неубиваемым Томом Крузом, «Мордыкайс» пока еще не заканцеленным Джонни Деппом и некоторые другие картины. Как видите, Алику Утгофу по-настоящему везло с фильмами, в которых он снимался. Он даже снялся в «Войне миров Зет». Помните фильм с Брэдом Питом? Причем снялся на пару с Константином Хабенским. Однако их совместную сцену из фильма вырезали. Утгоф, кстати, по этому поводу совсем не унывает, говорит, что эпизод был незначительным, а вот сниматься в этой картине ему было полезно и познавательно. Утгоф также завсегдатой сериалов. Собственно, именно сериалы и сделали из него подлинную звезду. Вернее, один сериал, но какой, претендующий на титул самого популярного и самого любимого всеми народами Земли за последние годы. Называется он «Очень странные дела». Мне стыдно признаться, но я до сих пор не видел ни одного эпизода. Обещаю исправиться. Утгоф появляется в его третьем сезоне и исполняет роль, как все и всюду пишут, единственного позитивного русского героя по имени Алексей. Интересно, что ради того, чтобы сыграть Алексея в «Делах», Утгоф отказался от роли в другом, еще и не менее признанном проекте, мини-сериале «Чернобыль». Его туда зазывали одновременно со съемками «Очень странных дел». И Утгофу буквально пришлось выбирать между одним и вторым, но по итогу он стал Алексеем. Именно в этой роли его и подметила Малгажата Шумовска. Утгоф ей настолько понравился приличной встрече, что она даже решила несколько изменить сценарий «Снега больше не будет». Должно быть, изменения касались именно фантастической составляющей ее драмы, которая стала более в кавычках, конечно же, но все-таки супергеройской. Роль украинского иммигранта Жени «Снега больше не будет» первая главная роль в карьере Алика Утгофа. Он на это долго не соглашался, не хотел выходить на передний план и пробоваться в качестве ведущего актера. «Мне нравится появляться и исчезать», рассказывает Утгоф. «А главная роль это ответственность. Нужно долго работать на одной картине. Я не был уверен, что справлюсь». Да и сами съемки, сами условия работы над польским фильмом показались Утгофу несколько дикими. Он-то в своей Англии привык, что все педантично расписано и рассчитано, разложено по полочкам, взвешено, Ашумовская и Энглерт в лучших традициях Вонга Карвая предложили ему иной подход. Никакого законченного сценария и продуманного плана не было. На съемках должна была сохраняться значительная степень творческой свободы. Режиссеры полагались на интуицию. Актеру поначалу прислали на почту только общую концепцию фильма. Короче, Утгофа ожидала типичная непредсказуемость независимого европейского кинопроизводства. И разумеется, что после крупнокалиберных проектов с Джонни Деппом и Томом Крузом актер взвешивал все за и против. Однако Шумовская и Энглерт таки нашли подход к Утгофу, наобещав ему, как он уже рассказывал, все кинофестивали мира и покорив его своим обаянием. И они, к слову, не прогадали лучшего Женя для снега и не придумать. Сюжет «Снега больше не будет» вращается вокруг неординарного главного героя Женя. Вы уже поняли, его играет Алек Утгов, эмигрировавшего в Польшу украинского массажиста, подрабатывающего в элитном городке. Изо дня в день с массажным столом наперевес Женя ходит от одного прилизанного коттеджа к другому, причем точно такому же, и осчастливливает зажиточных поляков эту склочную местную буржуазию. Женя среди них как ясное солнышко в сером небе. Поляки страдают от депрессии и одиночества, ссорятся друг с другом, обманывают, ненавидят, теряют смысл жизни, подсаживаются на наркотики, разочаровываются в браке, вырубают ели, а Женя истинный лекарь тела и души, уравновешивает их, возвращает гармонии, поворачивает к самим себе и приносит долгожданный покой. Безусловно, способности Жени натурально-мистического свойства. Он владеет даром гипноза, убеждения. Абсолютно все до единого люди к нему расположены, он всем нравится. Одно только его присутствие в комнате успокаивает и приободряет. И тому есть рационально-фантастическое объяснение. Женя родом из Припяти. Он, как повторяют в снеге, радиоактивный. Он наделен особыми экстрасенсорными способностями. И потому местные поляки-богачи души в Жене не чают. Они воспринимают его как мессию, как избавителя, как своего вдохновителя. Все записываются к нему на массаж, поскольку Женины сеансы в прямом смысле слова душеспасительны и телеполезны. И вот отсюда «ох, наконец-то полчаса слушали и дошли до сути», как часто жалуются некоторые комментаторы, «Старт нашего анализа снега больше не будет». Ну не анализом же единым. Нужно и про Шумовскую рассказать, и про Утгофа. Теперь-то вы знаете больше, правда? Ну так приступаем к сердцевине фильма. О чем же эта картина? Какие внесенсы, смыслы? Конечно, кинокритик, которого вы слушаете, знает все. А на самом деле ничего. И лучше доверять своей голове. Так что отписывайтесь от YouTube канала Киноведа и мыслите самостоятельно. Фильм Шумовской Энглерта согласно современной терминологии это типичный фэнтезийный арт-хаус. Картина в условном жанре сюрреалистичного магического реализма. И как и полагается для интуитивного кино, собранного из разных историй и посвященного различным аспектом человеческой природы. Снега больше не будет богато на множество тем, то друг с другом перекликающихся, то проступающих в фильме независимо друг от друга. Давайте начнем с Жене. Женя сверхсущество. В каком-то смысле идут не удержаться от переклички с очень странными делами и современными комиксовыми блокбастерами. Супергерой. Он наделен сверхспособностями. Он двигает стаканы. Кстати, привет сталкер Тарковского. Читает мысли, говорит на разных языках, видит вещи сны, а может быть и мертвецов воскрешает. Образ Жени специально не раскрыт до конца и полон загадок. И вот та мистическая таинственность, которая окружает героя Алика Утгофа, точно так же сгущена и над всем фильмом Шумовской Энглерта в целом. Атмосфера снега мистическая. В каком-то смысле она даже религиозная. Многие критики, да и сам Алик Утгоф в интервью, считают Женю эдаким Воландом, неочевидным злом, совершающим благо. Правда, не меньшее количество аргументов выдвигается в пользу того, что Женя Христос. В принципе, я и сам так думаю. Но тут легко ошибиться. Ведь Женя вторгается в, казалось бы, утопический, то бишь, мертвый, затхлый, лицемерный мир зажиточных поляков. И неожиданным образом раскрывает им их же неполноценность. Женя тот, кто снимает с глаз шоры, обнажает исковерканные души. Внешне одинаковые домики, ровные газоны, дорогостоящая французская школа, польский городок производит впечатление рая на земле. Но стоит только войти в один из домов, как там разверзается ад. Вообще, снега больше не будет, кино во всем двойственное. Двойственен городок, он и хороший, плохо одновременно. Двойственен Женя, он то ли Волан, то ли Христос. Шумовская Энглерд не ищут легких путей и не преподносят никаких ответов на поставленные вопросы. Да оно, наверное, и не имеет значения. Суть снега больше не будет. Приготовьтесь, тут будет огромный спойлер. Приготовились? В финальном исчезновении Жени в отходе Мессии. И уже не важно, был ли он Воландом или Христом. Важно, что жители городка, загубив избранного, поняли самое-самое важное. Избранный вернул им утраченное знание о ценности жизни, о необходимости превозмогать грех. Эх, я прямо-таки предвкушаю четвертую матрицу. Отсюда можно утверждать, что в образе Жени встречаются Булгаков, мастер и Маргарита, и Достоевский, идиот, Воланд и князь Мышкин держатся за руки. В каких-то сценах Женя производит впечатление абсолютно осознанной силы зла, но в большинстве других наивной и добродушной, чистой, как снег, которого больше никогда не будет, силы добра. Снега больше не будет, сатирическое кино. Шумовска Энглерд изображают сегодняшних поляков, вроде как достигших европейского статуса и европейской самоидентификации в качестве варваров, поселившихся на Капитолии. В городке, куда захаживает Женя, за исключением фасада, царит совершенно неевропейская атмосфера, который может и не существует в природе как таковой, но которую мы себе представляем. Тут не любят иммигрантов. Вспомните монолог ничего не делающий правильно мамочки о пакистанцах и украинцах, с которых, как она говорит, нечего взять. Вспомните, как вояка на джипе наезжает на азиатскую велосипедистку. Тут также наговаривают на ближнего и завидуют друг другу. Одни соседи ревнуют Женю к другим. Во время массажа ему часто рассказывают неприглядные факты о ближних. Еще тут дети не уважают старших или замыкаются в себе и отстраняются от мира взрослых. Кто варит наркотики, кто пристыжает свою мать. Ну и тут это, конечно, наибольшая трагедия. Живут непонятно зачем. Все герои фильма, за исключением блаженного Жени, глубоко несчастны. Любопытно, что в этом противопоставлении Жени украинца и богачей поляков прослеживается некое надмирное противопоставление Украины и Польши. Якобы первая, а Украину в снеге откровенно жалеют за ее непростую экономическую ситуацию, каким-то чудом сберегла толстовскую истинность и душевность. Такое сердечное любомирие, которое бездушная Европа, а Польша хошь или не хошь, является ее составляющей частью, потеряла в процессе стремительной капитализации и прироста ВВП. Но и тут двойственность. Поляки в фильме вроде как европейцы, которые приходят в радость от дикого украинца, принесшего им незамутненное восприятие жизни и способность чувствовать мир. С другой же стороны, это именно поляки, как я уже рассказывал, те самые варвары на Капитолии, в которых дикости и консерватизма куда больше, чем в якобы отсталом от прогресса Женя. И еще нюанс, все это от сатира преподнесено в том числе и юмористически, снега больше не будет, часто комедия. Алик Утгов в интервью говорит так, в снеге есть юмор, и для меня это очень важно, когда воспринимаешь себя слишком серьезно в серьезных ситуациях, теряешь человеческие черты. Что касается формы подачи снега больше не будет, тут налицо Тарковский, ну как же без него, настроение фильмов Тарковского, прямые заимствования и оммажи к его классическим лентам, зеркалу и сталкеру, заметны в снегу невооруженным глазом. Сухость, отстраненность, медитативность, задумчивость, бездействие, все это у Шумовской Энглерта восходит к Тарковскому, учителю нашему. Женя выходит на балкон и шагает на нем то влево, то вправо, то влево, то вправо, перемещаясь из области света в область тьмы. В одном этом эпизоде весь фильм Шумовской Энглерта. Тут и метафора двойственности природы Жени, как и всей, ну вы уже понимаете, кинокартины. Тут и стремление к созерцательности, вот эта самая Тарковщина. Тут и откровенная, артхаусная, многомерность. Трактовать эпизод можно как угодно. Вообще, заметная многим зрителям рыхлость и бессюжетность снега больше не будет, это естественное продолжение метода работы Шумовской Энглерта, о котором, в том числе и устами Алика Утгофа, я уже сегодня говорил. Фильм, производящий впечатление именно бессюжетного, как будто собраны из десятков сюжетов, вырванных из жизни и подмеченных авторами. Собственно, так оно, наверное, и есть. Например, дети Шумовской в реальности точно так же посещали дорогостоящую французскую школу, которую посещают дети героев фильма. Все это, вся эта бессюжетность и мультисюжетность одновременно приводит к тому, что снега больше не будет, можно рассматривать как фильм, с одной стороны крайне простой, но с другой крайне сложной. Тут уж все дело в ваших личных кинематографических пристрастиях. У Шумовской Энглерта в фильме как бы и тем предостаточно. Ну, например, экология, смерть, неудовлетворенность жизнью, порог, социальные и культурные проблемы Польши, идея мессианства и так далее. Но при этом все они темы в единый и слаженный букет не собираются. Вот что будет, если из фильма выкинуть начальный эпизод посещения, ну, судя по всему, польского посольства с отталкивающим женоподобным работником? Да ничего, сам по себе эпизод мистически любопытен. Он поднимает важные вопросы о Жене и цели его прихода в Польшу, однако в контексте всего фильма эпизод почти независим и не играет решающей роли для восприятия картины. Из таких вот нужно-ненужных эпизодов Женей и складывается весь фильм Шумовской Энглерта. «Снега больше не будет» это фильм фантазия, кино медитативной природы, то есть созерцательное и неспешное. Больше всего оно похоже на сон, сон в затененном лесу. Ну вот не зря же одну из собачек в фильме кличут Феллини. Слоган «Снега больше не будет» в этом мире столько красоты. И правда, в нашем мире красоты предостаточно. Большое спасибо, что слушали. Возвращайтесь! Киноведы. Авторский подкаст Станислава Тарасенко. Да.